ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В тарифе всегда то, что происходит в первый раз, имеет особую важность. И в шестой главе с восемнадцатого стиха. Но с тобою будет у меня договор, что я беру тебя под свое правительство. Ты войдешь к овчегу с сыновьями, женой и женами сыновей, и возьмешь с собой по паре из всех животных и живых существ, самца и самка, чтобы они вместе с тобой уцелели. Здесь вот это и есть содержание того завета, который заключает Бог с сно. И очень интересно, что этот первый завет, он служит право образом последнему завету. Что есть для нас в последний завет? Последний завет, это завет, который заключил Бог с Вишуа. И через него этот завет он заключил с нами. И какой его смысл? Если мы посмотрим Афея, двадцать четвертую главу, тридцать седьмого стиха, то мы увидим. Как было во дни Ноа, это говорит Вишуа. Как было во дни Ноа, так будет и в те дни, когда возвратится сын человечества. В те дни до потопа люди ели и били, женились и выходили замуж. И так до самого дня, когда Ноа вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп. И все их не погубили. Так будет и в те дни, когда возвратится сын человеческий. Тогда двое будет в поле, и один будет взят, а другой останется. Две женщины будут было смолоть на одной мемеце. Одну возьмут, а другая останется. Останет. О чем здесь говорится? Здесь говорится более подробно о картине, что произошло тогда в дни Ноа. Как же это было в дни Ноа? Люди ели, жили, все их устраивало, все было нормально. Никто не ожидал. Но в один момент двери закрылись. И открылись другие двери, с которых пошли потоп работы. И тот, кто вошел в ковчег, был сохранен. А тот, кто остался, погиб. В нашем случае, сейчас Нового Завета, еще есть наш ковчег. Ковчег, войдя в который, мы сохранимся, сохраним свою жизнь. И в принципе, как это сделать? Как в нашей жизни находиться в этом ковчеге? Когда ты не знаешь, когда конец, что произойдет? Давайте посмотрим, что произошло в жизни Ноа. Он получил от Бога появление. Он принял его. Принял те инструкции, которые дал он Бог. И начал строить этот ковчег. Это не был ковчег, который он построил за один день. Не за год он его построил. На самом деле, мы понятия не имеем, сколько лет он его строил. Об этом не написано ни слова. Но мы знаем, что это примерно в районе 100 лет. Может, это 50 лет, может, 70 лет. Но мы понимаем, что это приличный срок. У нас люди собежут. Мы считаем, что это не 쌓여. Если он нашел, то он нашел. А это не одна. Вы представляете, если вам сейчас скажут построить, ну, понятно, ковчег сейчас не вместен. Мы думаем, что мы сейчас можем получить лист на маршрут. Например, космический корабль в поле. Люпный корабль в поле. А вы понимаете, что вы можете строить его всю свою жизнь? Мы считаем, что мы не имеем страху лист на маршрут. И понятия не имеете, когда вот надо вот уже все, вот уже начнемся сейчас. Бог не сказал ему, что вот через пять лет я начну, давай успей. Он просто сказал, ты делай все. Он просто делал, делал и надеялся, что, наверное, он должен успеть. У него не было гарантии, что Бог не передумает. Он просто исполнял то, что ему сказал Бог. Что мы делаем с полученным словом? По сути, инструкции, которые получил Ноах, мы получили тоже. Если мы возьмем Новый Завет, мы четко видим, что нам нужно делать, какими нам нужно быть, что соблюдать, куда двигаться. Но нигде не сказано, когда придет конец и когда уже все хватит, уже ты сделал. Но он мог много раз бросить все, сказать, все, я не могу, я устал. Он мог сказать, это не мое, и вообще это не для меня. Он мог сказать, это не пастило мне. Он мог сказать, что это не мое, но он так не сделал. Но он не сделал. И он, его семья, и вообще все человечество могло спасать. Он, его семья, и вообще все человечество могло спасать. Через верность и исполнение тех инструкций, которые дал ему. Мы часто чувствуем, что что-то не так у нас в жизни, сложно исполнять все, что тут написано. Мы часто не понимаем, почему в наши жизни приходят какие-то бури. И мы просто не знаем, как с этим сражаться и что делать. И мы тогда читаем и говорим, все, это дьявол моей жизни. Или мы говорим, нет, это Бог меня испытывает. Это испытание от Бога, я через него пройду и стану сильнее. Но часто так бывает, что мы просто не находимся внутри ковчега. Когда мы заходим в него, он защищает нас. Когда мы выходим из него, снаружи могут быть бури, ураганы и все, что делает в нашу жизнь сложнее. И что сказал в Иоанна, 9 главе, 10 стих. Дверь это я, кто войдет через меня, будет спасен. Там он не говорил о ковчеге, речь шла об овцах. Но это та же суть и те же мысли. Кто входит в него, будет спасен. Очень сложно бывает в нашей жизни, как бы, сохранить это спасение, вот это вот, которое мы получили через его слово, через его жертвы. Я думаю, ноах тоже чувствовал это, его было непросто. И дьявол, он ходит как рыкующий лев, мы это все знаем. И он ищет только одного, как украсть, убить и погубить. И тут важно взять для себя несколько принципов. Что делать, чтобы это сохранилось в нас, и мы, не выходя из дни вышки, когда двери закроются, не остались снаружи. Первое, это постоянно быть в тонусе. Что это значит? Это значит, что мы должны постоянно читать слово, молиться, постоянно делать то, все действия, которые связаны с тем, чтобы мы чувствовали это исполнение слова на нашей жизни. Слово, оно приносит веру в нашу жизнь. Мы начинаем верить в то, что это слово, оно живо и действенно и в нашей жизни. Но он строил свой ковчег и видел, как он возвышается. И он видел, что его дело, оно в благословении Божьем. Он видел, что дело идет и продолжал это делать. Если бы он просто сидел и отдыхал, и мечтал о том, как его на ковчег построится, он ему бы верил да сам. Второе, что важно для нас, это знать условия Завета. Но он знал, что если он построит ковчег, вся его семья спасется. Бог пообещал ему это, он это знал, и он шел за этим. Что пообещал Бог нам? Это важно знать. Важно знать, что мы должны делать, и что мы за это получим. Мы часто этим говорим, что нет, надо с Богом по-другому. Не важно, Бог сам решает, что мы получим. Главное, делать то, что он хочет. Он считает, что Бог, он заключает завет для того, чтобы дать часть того, что имел раньше Адам, человеку. Он хочет, чтобы было это обещание, оно давало человеку понятие, что он имеет какое-то равенство. Что он не должен быть только просто беспрекословно подчиняться, но он что-то будет получать. И понимая эти вещи, мы можем, зная завет этот, мы можем этот завет применять в своей жизни. Но если мы его не знаем, то мы ничего не знаем. Мы не знаем, внутри ли мы в Ковчеле, или снаружи. И третье, что важное для нас, что очень сложно, и не каждый может это сделать, это анализировать свой день. Просто сесть и в конце дня подумать. В Ковчеге ли я все еще? Что изменилось в моей жизни? Что я могу сделать, чтобы туда вернуться и не сохранить свое место в Ковчеге? И тогда, когда закрытые двери не будут для нас новости. Не будет неожиданности, что один возьмется, а другой нет. Мы будем четко уверены, чтобы мы возьмемся. Мы не готовим, что кто там кто-то кинул. Как это было сибирно. Потому что карао мне, что пока же много. Нет. Аликсия, два, два, три, два, три, два, два, три, хозер, один, два, три. Это все, это пункт... Это пункт 1, 2, 3. Это, на самом деле, очень здоровая система, таким образом, строит жизнь. Я хочу попросить всем, когда приходит сюда говорить любой человек, он даже не лидер общины, и очень важно не разговаривать с ним параллельно, потому что это очень сбивает и мешает. Еще одно местоописание я хочу прочитать. Это не та Пороша Кшавуа. Это с того же недельного чтения. Пирек шесть. Шестой стих. Тут ют-далет, арбайсе. Четырнадцатый стих. И это связано с темой, на которую говорил Алексей. Так написано. Аселе хатива, и цей гофер, к ним-то ассе хатива, в капарт-то утар, не байк, и михуц, в гофер. Сделай себе ковчег из дерева, гофер, и чей не сделай, и чей не сделай ковчег, а смоли будет внутри, снаружи, снаружи, снаружи. Асешко инструкция, ураа. Здесь есть инструкция. Медельфинами баху, стасим кофер. Чтобы осмолить смолой и сверху, и снаружи, и с внутри. Маши мэмин. Это интересно. Кофер. Смола. Ешла ута шореш, бэйвритк, мокапара. Это однокоренное слово со словом копара, жертва. Вебаэтсэм, им анахну роцим леимоша. Если мы хотим спастись, анахну црихим леют тахат авода, копара. Нам нужно быть под работой, то есть покрытой работой этой жертвой. Гамми битним, вегамми бахуц. И сверху, и внутри. Это что-то связанное с тем, что Алексей говорил. Мебахуц. Маааат умерет мебахуц. Что значит снаружи? Нам нужно быть связанными с телом Мессии. Мы вместе двигаемся к глобальному спасению. Но внутри это не я сам. Потому что Бог заботится также о моем личном спасении. И как Алексей сказал, Маааат штих, по эйзем отца в ухане они ищут. Я могу принадлежать общению. Но дома я живу как луна. Я играю в игрушки. Я ругаюсь некрасивыми словами. Или наоборот. Я шумер о льдуща שלי. Но мне не важно что вокруг. Я не принадлежу телу. И я не действую вместе со всем телом. Есть о чем задуматься. И чтобы Господь дал нам милость, чтобы мы принадлежали и стояли в том, что написано. Давайте мы встанем и вынесем свет. Очень хорошее толкование, Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова